МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фомина. Главные темы выпуска. Праздников праздник и торжествон из торжеств. Ахтубинцы встретили Пасху праздничным богослужением, общегородским крестным ходом и пасхальным концертом-фестивалем. Духовный щит от врагов. В селе Золотух установили поклонный крест. В основании заложили капсулу с обращением к потомкам. Деньги к деньгам или вся информация о доходах. Областные чиновники и депутаты отчитались о заработанном. Последний день Великого Поста перед Светлой Пасхой называют Тихой Субботой. Не принято веселиться и развлекаться. А также Субботой Красильной. Хозяйки пекут куличи и красят яйца. Главные символы Пасхи. Ближе к полудню верующие спешат в храм освящать еду. Так что в минувшую субботу во дворе Кафедрального собора Владимирской иконы Божьей Матери было многолюдно. Длинные столы были заставлены куличами, творожными пасхами, другой праздничной снедью. Ее, читая молитву, святой водой окроплял Иерей Георгий. Еще с древних апостольских времен христиане бодрствуют священную и спасительную ночь Светлого Воскресения Христова. В ночь субботы на воскресенье в храме прошло пасхальное богослужение. Его возглавил правящий архиерей Ахтубинской епархии Владыка Антоний. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Совершается крестный ход вокруг храма при непрерывном трезвоне. Участники крестного хода поют «Воскресенье Твое, Христе спасе!» Ангели поют на небеси и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебе славите. Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, веселыми ногами, в осрете неисходящему Христу из гроба, як жениху. Воскресное утро в заречной части города в храме в честь апостола Петра и Павла началось с божественной литургии. Затем состоялось освящение куличей, а также яиц. Ну и какой же праздник без концерта? Жителям Петра Павла в Киеву в качестве подарка преподнесли учащиеся филиалы районной детской школы искусств. На богослужение праздника Святой Пасхи в храм апостолов Петра и Павла пришли десятки верующих, чтобы зажечь свечи, помолиться и спеть вместе радостный тропарь «Христос воскресе». Все, кто держал пост и должным образом подготовился к участию в воскресной службе, смогли исповедоваться, а затем причаститься к святых христовых тайн. Многие верующие причащение на Пасху считают особенным, ждут этого события с радостным трепетом. В числе прихожан люди были в основном местные, так сказать, питерские, но и те, что живут в других районах города, также спешили в храм. Ольга с детьми приехала из микрорайона имени Лавочкина. Это наш долг, это нужно делать для воспитания духовного наших детей. Ну а затем во дворе храма составилось освящение пасхальных яиц и куличей. Не все смогли сделать это днем ранее, Великую Субботу. Был Великий пост, многое запретное было нельзя, вот сейчас надо будет разговляться. Это творожная пасха, угощение Пасхи, творог и зиму цикаты, и секрет. Духа, шашлыки, курица-гриль, яйца, куличи по этому празднику. Да, погода нам, ветер не помешает отметить. Ну и Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе хочется всех поздравить со светлым днем, с Пасхой пожелать всем здоровья, обновления, очищения, светлых мыслей. Впервые вошла сегодня в храм Петра и Павла, и я считаю это символичным, что именно в такой день. И я очень рада, что наш филиал проводит сегодня вот такой красивый праздник, и мы дарим добро всем, кто сегодня празднует торжество Пасхи. Праздник получился действительно красивым, очень добрым, светлым и радостным. Выступления детей чередовались с выступлениями настоятеля храма в честь апостолов Петра и Павла. Алексей Угаров зачитал пасхальное послание епископа Ахтубинского и Инатаевского Антония, который, к слову, на этой неделе будет служить в храме в Заречье. Видя, как развивается наш с вами приход в храм Петра и Павла, владыка не дождался праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а решил приехать уже на следующей неделе. Видя, как появляется у нас очень много прихожан, как появляется новый хор, который создался буквально месяц назад и уже самостоятельно ведет службы. Согласно доброй традиции, малыши, которые пришли на празднование Пасхи, из рук священника получили в подарок крашеные яйца, посмотрели кукольный спектакль про курочку рябу и с удовольствием продолжили подпевать вокалистам из числа учащихся школы искусств. Главные пасхальные торжества состоялись на архиерейском подворье Кафедрального собора Владимирской иконы Божьей Матери. Пасхальный фестиваль «Русь святая, храни веру православную» объединил по традиции сотни ахтубинцев, которые также приняли участие в праздничном крестном ходе, рассказывает Елена Петченко. Для многих ахтубинцев Пасха – праздник семейный и к полудню. На архиерейском подворье храма Владимирской иконы Божьей Матери было многолюдно. Родители пришли с маленькими детьми, чтобы провести крестный ход с молитвенным пением. Хорошее настроение ощущалось в улыбках и приветствиях. Ровно в 12 часов под перезвон колоколов церковные песнопения и молитвы процессия двинулась по улице Волгоградской. Епископ Ахтубинский Янатаевский Антоний возглавил православную процессию, в которой вместе со священнослужителями шли ахтубинские кадеты, казаки и православные молодые активисты. В пасхальном крестном ходе принял участие и глава Ахтубинского района Виктор Ведищев. Верующие прошли по городским улицам, провозглашая радостное приветствие «Христос воскрес». А на архиерейском подворье их встречал праздничный фестиваль «Русь святая, храни веру православную». Это было весьма масштабное действие. Участников фестиваля от зрителей отличали красочные костюмы в народном стиле. Епископ Ахтубинский Янатаевский Антоний, обратившись к ахтубинцам, поздравил всех с главным православным праздником. «Христос воскресе! Дорогие мои, всех вас поздравляю с этим светлым Христовым днем. Желаю нам всем, чтобы свет и огонь любви Христовой всегда горел в нашем сердце. Чтобы мы всегда помнили о том, что зло когда-то, две тысячи лет назад, было побеждено воскресением Христовым. А это значит, что бы ни происходило, добро всегда будет торжествовать. Света всегда будет больше, чем тьмы. Радости всегда будет больше, чем горе. Поделимся этой радостью друг с другом. Всегда будем иметь ее в своем сердце. И всегда будем радоваться о воскресшем Господе. Христос воскресе! Бористос воскресе! В день Светлой Пасхи глава Ахтубинского района Виктор Веденщев пожелал Ахтубинцам не терять веру в добро и всегда в будущее смотреть с оптимизмом. Мы говорим в этот день о торжестве жизни над смертью. Добро над злом, светлого над темным, справедливости от несправедливости. Укрепкого здоровья, добра, счастья, благополучия. И чтобы всегда мы собирались вместе. Если мы вместе, у нас всегда будет все хорошо. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда было все хорошо, прекрасно. Воздушные шары с символикой Христова дня взмыли в синее небо, возвещая миру о воскрешении к жизни и победе добра над злом. Фестиваль продолжился выступлениями лучших самодеятельных коллективов Ахтубинского района. Со сцены звучали духовные, патриотические, русские народные и казацкие песни. Выступали танцевальные коллективы. Каждое выступление зрители встречали тепло и провожали аплодисментами. Мы поставим самовар, вар, 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 за кипит он будет, вар, вар, вар. Вся территория кафедрального забора Владимирской иконы Божьей Матери, где проходил фестиваль, была поделена на культурно-познавательные площадки. Каждый желающий, заглянув на библиобульвар, мог в свободном доступе взять для прочтения ту или иную книгу. У нас, во-первых, старая русская игра, это катание яиц. Дальше, вот здесь у нас на стилизованных яйцах тоже загадки по теме о весне, о Пасхе. Ребята выбирают любое, отгадывают и получают или яйцо, или конфету. Дальше вы видите, у нас красивую, мы сделали курицу. Она тоже не просто стоит для интерьера, она у нас тоже с игрой. На ней на яйцах номерочки. Ребята выбирают яйцо с номером и, соответственно, отгадывают загадку под этим номером. И получают тоже сладкий приз. Любители и мастера декоративно-прикладного творчества демонстрировали свои работы. Русская резьба наша. Очень красивая. Резьбой занимаюсь давно. Прекрасно было потворить, и людям нравится. И очень много я делаю подарков. В сувенирной лавке можно было приобрести изделия местных умельцев. У нас здесь сегодня благотворительная ярмарка. Здесь у нас продаются различные товары, которые делают наши мастера. Это город и район. Это все сделано вручную, соответственно. И также у нас здесь есть работы, которые сделали дети. Все сделано руками, опять же, разукрашено. Все работы у нас, которые здесь будут проданы, и все деньги, которые будут выручены, пойдет на строительство духовно-просветительского центра, а также на строительство воскресной школы. В рамках фестиваля проходил конкурс «Творческий мир светлой Пасхи», одной из номинаций которого стала «Пасхальная выпечка». Отведав один из шедевров кулинарного искусства, члены жюри сошлись во мнении, что когда к тесту касаются добрые руки, то они получают благословение свыше, и выпечка удается на славу. Попробовать угощение с горячим чаем охтубинцы могли в чайной лавке, и от желающих отбоя не было. Очень нравится, вообще слов нет. Мы уже не первый год приходим, и такие праздники, с каждым годом все краше и краше, все лучше и лучше. Так что Христос воскресе! А если он воскрес? Я всех хочу поздравить весь охтубин с этим замечательным праздником. Я его очень люблю. Всем пожелать здоровья, счастья, любви, всего самого хорошего. Чудесно, весело, радостно, светло. Очень благодарна Господу, что мы дожили до этого дня. Такой праздник веселый, хороший. Спасибо, Господи! Особое внимание организаторы праздника уделили детям. Те не только принимали участие в конкурсах, но и могли попробовать себя в творчестве. Оказалось, что делать что-либо своими руками – это здорово. В день Светлой Пасхи на подворье храма царила особенная атмосфера. Люди улыбались и приветствовали друг друга. Их сердца наполняла радость, не оставляя места печали и распрям. Еще об одном событии, которое состоялось в день празднования Пасхи. В селе Золотуха установили поклонный крест. Владислав Лихварь с подробностями. С утра у трассы Астрахань-Волгоград у села Золотуха было людное. Жители устанавливали поклонный крест у дороги по своим чертежам и своими руками, которые сделали. Сварные работы провел Сергей Важанов. Этот крест – еще одно доказательство тому, что здесь живут люди с золотыми руками. Иеромонах Алексий прочел молитву. Глава администрации заложил капсулу в подножье креста. А в это время в селе у строящейся церкви жители собрались и отправились к установленному кресту. В празднике участие приняли не только жители Золотухи. Из всех сел от Верблюжки до Пироговки народ прибыл. Помяну дни древние. Учись во всех делах твоих, которые не могут учаться. Воздех тебе рутся мои, душа моих и земля безводная тебе. Скоро услышим о Господе. И свет вам твой. Глава села Александр Каширский назвал прилюдно всех, кто участие непосредственно принял в благом деле. Поздравил сельчан с праздником. Сегодня, 16 апреля 2017 года, от Рождества Христова, состоялось знаменательное событие, которое навсегда останется в истории села Золотуха. Установление православного поклонного креста. Это означает возрождение православных традиций, когда издревле устанавливались на Руси поклонные кресты на въезде населенные пункты и защищали поселение силою животворящего креста Господня. Здесь же, вот только что установленного православного креста, и романах Алексий осветил пасхальную с ней яйца, куличи. Поздравляю всех православных с великим праздником, с Пасхой. Благодарность очень большая. Тем людям, которые это задумали, тем, которые это осуществили, теперь есть куда пойти, хотя у нас церковь не достроена, но мы стараемся, помогаем, чем можем. Молодежь надеется на то, что все-таки станет теперь у нас духовно богаче люди наши, наше население, появится доброта вокруг, в мире, потому что сейчас то, что творится вокруг, приносит страх немножко в нашу жизнь. Но этот крест дает нам силы и веры, особенно нашей молодежи, что все-таки вокруг все будет чисто, светло и хорошо. Пасха в этом году для православных в селах Сокрутовка, Золотуха, Удачная, Верблюжка с установлением поклонного креста у дороги обрела особый смысл. Владислав Лихварь, Николай Науменко, Ахтубинск, ТВ. Теперь к другим темам. На полигоне Капустин-Яр в Астраханской области планируется испытать более 80 образцов вооружения, сообщает сайт Министерства обороны. Среди приоритетных научных исследований – разработка методов защиты военных объектов и образцов вооружения, военной и специальной техники от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия. Этой зимой стало известно, что ВКС России получит в свое распоряжение еще четыре полковых комплекта новейшей зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Один из них заступил на боевую вахту по противовоздушной обороне российской столицы. Там же на сайте Минобороны размещена своего рода инструкция для будущих защитников Родины – «Семь шагов от призывника до солдата». Так она называется. Виртуальная подсказка откликается на клик компьютерной мышки. Есть здесь также телефоны горячей линии, которая заработает 16 мая. Весенний призыв на срочную службу в самом разгаре. Сергей Луцов с подробностями. Военная служба в России всегда считалась и считается почетной обязанностью и священным долгом, исключительным по своей важности. Ее основная задача – целенаправленная и постоянная подотока к вооруженной защите территории Российской Федерации. Исходя из этой задачи, военная служба может быть постоянной и по призыву. Лица мужского пола, подлежащие призыву в соответствии с повесткой, в назначенное время прибывают с документами в военный комиссариат, в учебный класс для прохождения профессионального отбора. Профессиональный психологический отбор – это комплекс мероприятий, направленный на изучение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, с целью его более точного определения его состояния психологического, умственного, и также черты характера, которые будут потом учитываться при его распределении для службы в рядах вооруженных сил, для поступления в военное училище, ну и также оно, в принципе, определяется на все его состояние на военном учете, включая от его первоначальной постановки гражданина до вплоть до его пенсии. В соответствии с тестом определяется нервно-психологическая устойчивость призывника, и эти данные сопровождают его весь срок исполнения воинской обязанности. Не прошедшие профотбор попадают в другой список. Такие, которые у нас именно по нервно-психической устойчивости отсевываются, их очень мало. Ну, как мало, ну, в среднем, если из 450 человек, 450 которых мы проводим при проведении призыва, ну, порядка 15-20 человек, которые по НПУ не проходят, и, соответственно, они становятся объектом пристального внимания врача-психиатра. Молодые люди, прошедшие профотбор, направляются в отделение призыва, где специалисты, согласно представленных документов, паспорта, дипломов об образовании, заполняют бланки и формируют личные дела призывников. В данном отделе работниками отделения призыва происходит формирование личных дел призывников, которые подлежат призыву весной 2017 года. То есть, по прибытию призывника наши работники проводят беседу о семейном положении, истребуют документы, которые необходимы в личном деле. Ну, и, соответственно, как бы после этого призывник, сформировав дело, проходит медицинскую призывную комиссию для призыва на военную службу. Каждый призывник проходит военно-врачебную комиссию, где определяет его рост, вес, состояние, здоровье и категорию годности к военной службе. Федеральным законом о воинской обязанности военной службы в 53-м определен состав призывной комиссии, медицинской комиссии. В период приведения призывной кампании основное у нас – это прохождение медицинской комиссии. В военном комиссариате существует нештатная военно-врачебная комиссия, в состав которой входит стоматолог, хирург, терапевт, психиатр, невролог, окулист и лор-врач. Основная задача, которую определяет призывная комиссия, это состояние категории годности к военной службе, состояние его здоровья. И для того, чтобы на призывной комиссии у нас решили для призначения призывников войска в команды. О задачах Ахтубинского военного комиссариата в период весеннего призыва представитель Астраханской области Оскар Сергалиев. В первую очередь организовать проведение призывных комиссий на территории города Знаменский Ахтубинского района. То есть у нас тут получается два муниципальных образования, где будут проводиться призывные комиссии. Ну и соответственно распоряжение губернатора, состав призывной комиссии определен и по городу Знаменскому, и по Ахтубинскому району. Первоначальная задача охватить 100% граждан, подлежащих вызову на призывные комиссии, провести с ним мероприятия подготовки и призыва граждан на военную службу. И в отношении каждого из них принять решение в соответствии с действующими законодательствами. Комиссия областного военного комиссариата приехала для оказания методической помощи и правильной организации призывной кампании 2017 года и дала высокую оценку работы Ахтубинского военного комиссариата. Работа в первую очередь налажена, организована. Призывные комиссии проводятся в соответствии с законодательствами и с нашими методическими указаниями, указаниями Генерального штаба. Сергей Луцев, Виталий Просочкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. Человечество совсем недавно по инициативе группы энтузиастов начало праздновать 17 апреля как Международный день денег. Решение вызвано желанием подчеркнуть важность современной проблемы, которая заключается в том, что деньги в нашей жизни решают все. Хотя и существует то, что купить невозможно. Это любовь, счастье, семья и дружба. Но коли речь пошла о деньгах, как не отметить, что Александр Жилкин и Константин Маркелов стали зарабатывать больше. В соответствии с федеральным законодательством астраханские чиновники и депутаты опубликовали декларацию о своих доходах за прошлый год. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заработал за 2016 год 2 млн 572 тыс. рублей. Это примерно на полмиллиона больше, чем за 2015 год, но на 1 млн рублей меньше, чем за 2014 год. Тогда было 3,5 млн рублей. Имущественное положение главы региона не изменилось. В его собственности по-прежнему находится квартира площадью 173,9 квадратных метров, гараж и земельный участок под ним площадью 22 квадратных метра. Транспортных средств за Александром Жилкиным не числится. Доход супруги губернатора за прошлый год составил 914 тыс. рублей. За ней числится квартира площадью 63,6 квадратных метров и автомобиль Opel Astra 2013 года выпуска. Заработок главы правительства области Константина Маркелова за прошлый год составил 1 млн 844 тыс. рублей, что немного больше, чем в 2015 году. Супруга премьера заработала 126 тыс. рублей, и в прошлом году 615 тыс. За Константином Маркеловым, как и раньше, числится квартира площадью 106,2 квадратных метра, жилой дом 72,5 квадратных метра, земельный участок 1260 квадратных метров и гараж. За его женой маленький домик около 60 квадратных метров, земельный участок 750 квадратов и гараж. От 1 млн 200 тыс. рублей до 1,5 млн. таковы доходы большинства членов Астраханского правительства. Особо выделяются лишь двое – министр строительства и ЖКХ Василий Корнильев, а также министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харрисов. Корнильев заработал за 2016 год 5 млн 882 тыс. рублей. За ним числится также 8 земельных участков, жилой дом площадью 309 квадратных метров и дюжина нежилых помещений. Автомобилей у Корнильева в собственности нет, есть у его супруги – Range Rover Evoque к 2014 году выпуска. Министром Корнильев стал совсем недавно, в минувшем ноябре. До этого 8 лет он работал генеральным директором ЗАО «Астраханский морской порт». Доход Радика Харрисова за 2016 год составил 2 млн 274 тыс. рублей. В собственности министра и его супруги находятся несколько квартир, самая большая – площадью 423,5 квадратных метров, дачные дома, здания, земельные участки, большое количество различных нежилых помещений, пара плавучих гостиниц, автомобилей, целая флотилия из двух десятков мотолодок, а также снегоболотоход. До министерского поста Радик Харрисов долгое время проработал в должности заместителя генерального директора «Астрахань-Газпрома». Сейчас это ООО «Газпромдобыча Астрахань», с которым связана почти вся его трудовая биография. Занимался коммерческой деятельностью. Министром он стал летом 2015 года. Сведения о своих доходах и имуществе опубликовали и депутаты Думы Астраханской области. Заработки двух третей состава областного депутатского корпуса из 56 человек, два места пока свободны, за 2016 год превысили миллион рублей. Доход председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова за 2016 год составил 4 миллиона 119 тысяч рублей. Его супруги 5 миллионов 325 тысяч рублей. У спикера облдома имеется в собственности пара небольших земельных участков и жилой дом 519 квадратных метров, административное здание и цех площадью 950 квадратных метров. А также несколько мелких бытовых помещений. Есть у него и автомобиль Mercedes-Benz. Год выпуска не указан. В списке депутатов с самыми высокими доходами предприниматель-создатель и владелец сети магазинов Михайловский Михаил Дербасов. Он заработал за прошлый год 46 миллионов 122 тысяч рублей. Высокий доход и у супруги Дербасова 31 миллион 686 миллионов рублей. На втором месте генеральный директор ООО «Лукойл» Нижневолжскнефть Николай Ляшко. Его заработок составил 26 миллионов 256 тысяч рублей. В собственности депутата и его супруги имеются несколько квартир, самая большая – 122 квадратных метра, несколько земельных участков и небольшой жилой дом 73,8 квадратных метров. Ляшко владеет автомобилем «Лексус» и снегоходом. Его супруга заработала за прошлый год 543 тысячи рублей. Еще немного о деньгах и не только. В министерских списках о доходах есть также данные по Олегу Петелину. Министр социального развития труда занимает 10-ю строчку из 14-ти с годовой суммой 1 миллион 349 тысяч рублей. Как говорится, ни много ни мало. С Олегом Петелиным связана другая новость. Вчера он влился в ряды астраханских казаков. Вместе с другими новичками, казачье пополнение составило 25 человек, Петелин присягнул на верность Отечеству в Верхнем храме Успенского собора в день Пасхи, сообщает сайт вице-губернатора Константина Маркелова. И это все новости на сегодня. Удачной рабочей недели. До встречи.